Теперь это крыло здания называют диагностической службой. Здесь разместились 7 отделений, где проводят точные исследования, которые одна из основ постановки правильного диагноза. К примеру, это кабинет маммографии. Выполняются снимочки толщиной шага 1 мм, то есть буквально нарезается железа визуально, и мы получаем объемный снимок. Этот маммограф установили совсем недавно. Пациентов на нем еще не обследуют. Тут нужно закончить бумажные процедуры. Обещают, что уже скоро он будет запущен в работу. Но уже сейчас, можно сказать, аппарат во всем превосходит своего предшественника. Легкий в управлении, а главное выдает высокоточное изображение. Можно рассмотреть даже самые мелкие изменения в молочной железе. Этот аппарат оснащен стереотоксической биопсийной приставкой. И здесь есть возможность выполнять биопсию мелких опухолей, непальпируемых, что очень актуально либо в крупной молочной железе, либо микодомикокальцинаты. Мы берем оттуда ткань. Аппарат очень точно производит наводку автоматически. Ну, это космические технологии. То есть он производит стереотоксические снимочки. И объемно мы видим это образование. Он производит разметку. Берем оттуда ткань, что можем размечать опухоль перед операцией. А это уже отделение эндоскопии. Вообще закупкой, поставкой, оснащением онкодиспансера современным оборудованием активно занимаются уже на протяжении двух лет. В этом кабинете тоже все по последнему слову техники. Благодаря этому даже начали внедрять малоинвазивные операции для локализованных опухолей желудочно-кишечного тракта. Одно из последних поступлений эндоскопический комплекс. Помимо диагностики заболеваний, это оборудование является еще и терапевтическим комплексом. Мы можем использовать эндоскопы и инструменты к ним, которые позволяют лечить онкологические заболевания на самых ранних стадиях радикально, без использования в дальнейшем лучевой химиотерапии и без снижения качества жизни пациентов. Новые возможности за последнее время получила и клиника и диагностическая лаборатория. Благодаря современному оборудованию увеличился спектр исследований, выросло качество, сократилось время выдачи анализа. Большую часть работы теперь делают машины, участие операторов минимизировано, а это значит, что исключается человеческий фактор при проведении исследований. Штат лаборатории не очень большой, поэтому это облегчило, скажем так, условия работы для сотрудников. Какое количество исследований за день проводите? До 100 пациентов в день на каждый вид исследований. Есть возможность решать проблему оперативно по поводу свертывания крови, оперативно реагировать на изменения крови, мочи, в зависимости от клинической ситуации. Отчасти лаборатория также может выполнять исследования для пациентов, находящихся у нас на амбулаторном лечении. Также проводится обследование для пациентов, проходящих лечения в условиях дневного стационара. В этом крыле теперь и кабинет МРТ, рентген, цитологическое отделение, а еще патологоанатомическое, в котором есть вот такой вот сканер. В него загружают стеклопрепараты, и специалист видит каждую клеточку, каждую структуру ткани. Картинка на экране – опухоль матки у молодой женщины. Говорят, очень тяжелый случай. Нужны были консультации многих врачей. Это очень облегчает судьбу пациента в отношении того, что ему не надо ездить специально к нам, забирать стекла и блоки. Мы онлайн можем их сканировать благодаря этому волшебному аппарату. И любые федеральные учреждения получают картинку в высоком разрешении и консультируют данные стеклопрепараты. Этот сканер здесь называют уникальным аппаратом, и он единственный на всем полуострове. Наталья Двотина, Илья Косинков. Новости Севастополя.